23 января в Воронежской водолазной школе ДОСААФ исполняется 93 года, что изменилось почти за вековую историю учебного учреждения и чем водолазы отличаются от дайверов. В сюжете Елена Цветковой. Водолазная школа Воронежа открыта 5 мая 1939 года. Сначала это был просто кружок военно-морских знаний. Через 6 лет он превратился в военно-морской клуб. В 70-е в клубе начали готовить легких водолазов. Ровно через год интерес к военно-морскому делу возрос, и клуб стал Воронежской морской школой ДОСААФ. В 79-м году в её состав входит Всесоюзная школа водолазов, которая была переведена из Москвы. За годы своего существования школа подготовила более 15 тысяч специалистов. Школа находилась раньше на правом берегу, на улице Сак-Иванцетти. В 1977 году был построен комплекс, в котором вы находитесь, в который входит сама школа, гостиницы, которые при школе для приезжих, учащихся, дворец подводного спорта. На берегу расположен и водолазный полигон. Здесь ученики осваивают на практике теорию. В 1985 году школе присваивается имя героя Советского Союза Михаила Ивановича Авраменко. В годы перестройки учебное заведение не ушло на дно и даже сохранило лучшее из накопленного. Школа была закреплена за нашим Северным флотом. Но готовили мы практически для всех флотов. Я пришёл сюда работать в 1982 году. В то время за год мы готовили 22 взвода. В каждом взводе было от 30 до 35 человек. В 2000-х военно-морской флот отказался от подготовки призывников. Из 2004-го на базе школы обучают водолазов для различных отраслей народного хозяйства. Сюда приезжают не только со всей России, но и из стран ближнего зарубежья. Минимальный срок обучения – 2,5 месяца. Чтобы получить заветную корочку, нужно пройти не менее 40 погружений. Основные дисциплины здесь – правила безопасности, погружения и медицина. В результате неравномерного давления на барабанную перепонку. На территории школы есть свой музей. В коллекции снаряжения разных времён. Например, этот водолазный шлем во время войны прибыл из США. Говорят, это довольно редкий экземпляр выпуска 1944 года. «Когда нам помогали Америка поставками снаряжения, и попал вот сюда вот такой шлем для выполнения водолазных работ. Совершенно случайно он попал сюда, его выменили у заброшенных, был в таком очень плохом состоянии, его выменили у кого-то из спасателей». А это не ящик, а один из первых водолазных шлемов 17 века. К сожалению, только макет. На стенах фотографии учеников школы, сделанные под водой. Они описывают многообразие подводного мира. Чтобы стать водолазом, нужно быть в хорошей физической форме. Самые рабочие органы водолаза – это уши, лёгкие, сердечно-сосудистая и нервная системы. «Кто изучил, кто привык к воде, ему достаточно легко. Потому что сейчас снаряжение достаточно комфортное, легче, практичнее, удобнее. Ну, да, есть, конечно, перепады давления, которые нужно, в принципе, уметь выравнивать, уметь правильно себя держать в воде, не паниковать, правильно дышать. Иногда работы выполняются, и не всегда видимость есть под водой. Иногда работы выполняются, ну, скажем так, вообще без видимости. То есть водолаз работает в полной темноте, то есть на ощупь. И, скажем так, глаза его на кончиках пальцев». Водолаз – профессия чисто мужская. Объясняют это тем, что при погружении на большую глубину оказывается отрицательное воздействие на женскую репродуктивную систему. В среднем водолаз во время рабочего дня пребывает на глубине до шести часов. Впрочем, женщины могут заниматься дайвингом, потому что это не требует длительного погружения на глубину. Дайверы – это, в принципе, тот же самый водолаз, тоже, если понять. Существует даже такое понятие, если на английский перевести. То есть recreation diving – это отдыхающий дайвинг, и commercial diving – это человек, который выполняет работы, именно зарабатывая себя на жизнь. А дайверы, они получают удовольствие от этого, им нравится, они платят, ну, скажем так, есть прекрасные курорты на Красном море, на каких-то других морях, они платят определённое количество денег, чтобы получить красивые снимки, получить красивые впечатления от красивой воды, от красивого. То есть люди отдыхают под водой. Снаряжение для водолаза и дайвера практически одинаковое. В среднем увлечённому человеку придётся потратить около 300 тысяч только на снаряжение. Удовольствие не для бедных. Но довольно интересно и познавательно. Если человек уходит в профессию водолаза, то на пенсию он попадает в районе 50 лет. Трудовой стаж должен составлять не менее 10 лет. Важно здесь и количество часов под водой. Их должно быть не менее 3000.